Просфора Итак, первое, слышала, нельзя сидя есть просфора. Ну, мои золотые, нет такого правила, но вот в чём. Что такое просфора? Это только у русских есть, это явление. У других православных не существует. Это вот что такое вообще-то, и в идеале. Хлеб, который как жертва приносится Богу, из которой берётся часть, которая освящается в тело Христово, с которым мы причащаемся от чаши, а оставшийся антидор, называется, его разрезают и разрезают причастникам или присутствующим, не причащающим в церкви. Вот, это разрезают. А русские технически более умные и не стали разрезать, а сразу же разрезанные отдельно пекут просфор. Технически это удобно. Технически это удобно, точнее, духовным извращать смысл. Просфора не должно быть в церкви православной у нас. По-хорошему. Это одна просфора, на которой часть отвечает, а остальные разрезают и раздают. Вот где и так есть в церквах, это везде. В греческих церквах и так далее. Эти антидор потребляют в храме. Также берут теплоту и потребляют. Но в храме, ну как, с благовением. И в храме, когда, это почему? Вместо антидор, само слово, вместо причастия. Как понимание. Кому, кто антидор принимал? Или сейчас мы говорим, просфора. Кто? Тот, кто отлучен был от причастия. С какие-то грехи. И вот давали ему часть от просфора, говоря, да, ты не можешь сейчас причаститься, но ты не чужой церкви, ты должен это знать. Ты наш. Вот о чем это говорит. А у нас просфора превратилась в некую самоцель. Чем больше просфор съем, тем святее стану. А сейчас я съем мешок просфор, что будет? Вознесусь на небо за утро. Вот это от того, что мы так просфор делаем. Неправославно. Поэтому, по-хорошему, это должно потребляться в храме и как выражение, как явление тем, кто в запрете на причастие. А если мы причащаемся, то это мы потребляем для того, чтобы причастие потребить. Для чего? Может, частичка останется во рту. Вот это антидор, теплоту запиваем, ополаскиваем пол свою ротовую, проглатываем таким образом. Вот как должно быть правильно. Поэтому в церкви причащаемся стоя, принимаем теплоту стоя. Ну, мы знаем это. Ну, кроме тяжелобольных, конечно.